Вот вы ложитесь спать и хотите заснуть, и вам не улечься. Вы видели, чтобы кошке было не улечься, собаке было не улечься? Не может улечься. Они иногда спят в таких позах, что вообще я не понимаю, как они их могут принять, понимаете? А мы не можем улечься. Почему? Потому что мы испытываем, вот эти у нас есть напряженные какие-то мышцы. Мы на мышцах лежим. Они не расслабились, они не превратились в мягкими, не стали, и мы крутимся. Знаменитая моя любимая сказка, одна из моих любимых, про принцессу на горошине. Это сказка про мышечные блоки. Задумайтесь. Принцессу выгоняют из дома в грозу. Она что испытывает? Типа внутреннего напряжения, правильно? Ну такое, гроза, вот это все, и она одна такая стоит. Дальше она оказывается в чужом доме, в замок. Там еще мамаша такая тоже с вопросами, так сказать. Рассказывает свою историю, ей не верят. Она как себя чувствует, да? Дальше ей стелят эту карьеру, кладут горошину, и вот она, значит, ложится на эти 150 тысяч перин, утром просыпается, слушайте, я спала, как на камнях. На камнях, она говорит. И мама говорит, точно, принцесса. Потому что, если бы она была самозванка, она бы поняла, что ее приняли, облегла такая, сказала, боже, как я всех обдурила. А это была в стрессе, выгнана из дома, вся история стала подтверждаться, да? Она вся была в этом мышечном всем, вот это все. И перины ей не помогли, потому что перины между, понимаете, тут мышцы никак не помогут. И вы тоже так ложитесь, и вот начинаете вращательные движения, как на вертеле. Что это такое? Не улечься, мышцы напряжены. Мышечное напряжение формируется у нас в течение дня каких-то этих всех. И вечером нам надо расслабиться. Почему люди массаж любят? Потому что дает им расслабиться. Почему они любят ванну горячую, в пене полежать? Подает им расслабиться. Мышечное напряжение. Но у нас с вами за жизнь столько сформировалось мышечных блоков, и они стали настолько хроническими, что мы к ним уже привыкли. И даже если нам их размять, они там быстренько обратно соберутся, вот, и будут опять говорить, а вот тут вот я, твоя старая заноза, вот тут в плече, вот там под лопаткой, вот тут вот в икрах, там и так далее. Икры свой тост. Вот. И они там и живут эти. И для мозга это значит, что, ну, как бы есть компонент тревоги. Надо начать, собственно говоря, беспокоиться. И мы ищем уже поводы для тревоги просто потому, что мы напряжены.